доброго времени суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброго времени суток итак дорогие мои сейчас сделаем с вами напиток я буду делать его из роз пробиотический и почистим почки во первых вы знаете вот есть такие розы сейчас покажу вот они китайские они маленькие меленькие вот такие у них прекрасные бутончики и если вы войдете в интернет и закажите например прекрасные бутоны из поднебесной из китая то вас конечно же вас послушают вам перешлют и вы будете пить обработанные китайские бутоны вот этой розы и думать что вы пьете здоровье нет никакое здоровье вы оттуда не получите лишь потому что обработаны такие бутоны формальдегидом это то чем обрабатывают мертвецов конечно же это страшный яд и для живого человека категорически нельзя был найден в китайских чаях они активно используют поэтому при сушке у них не образуются грибки я долго думала почему вот поэтому я же предлагаю другое я предлагаю живой чай живой чай как его делать из такой розы причем можно делать смесь можно делать чайную розу простую розу китайские розы вот как я сейчас вам показала и все это мы сначала хорошие две жмени подготовим пожмакаем их руками хорошенько чистыми и вот в таком состоянии мы две хорошие вот такие вот 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 такие вот жменьки бросим в наш миксер сразу же хочу сказать что это нормализация функционирования желудочно-кишечного тракта мы с вами делаем восстановление микрофлоры кишечника стабильное функционирование печени и удаление даже самых мелких камней из почек дорогие мои вы не ослышались удаление мелких камней из почек запишите кто ведет конспект облегчение симптомов желудочно-кишечного тракта и вообще самочувствие это роза теперь что еще делает роза роза очень хорошая отхаркивающая поэтому бронхи легкие у кого проблемы обратите внимание это ваш продукт делайте пробиотик как делаю я добавляем сюда эти наши жменьки раз естественно без сердцевин без листочков только одни лепесточки нам нужны бутончики я тоже сушу отдельно это такой чай красивый получается вот но а это чисто пробиотический напиток для почек живой нам нужен он живой вот я люблю делать такие пробиотические напитки видите допустим если я пью у меня обычно водички она имеет какой-то цвет либо зеленоватый либо желтоватый либо оранжевый либо розовый смотря с чем я пью вот это у меня с персиком и ежевика и малина это пробиотик пробиотический продукт он живой там образуются пробиотики которые употребляют йод или сахар что вы получить по положите им слоями и выделяют сок и этот сок начинает бродить и вот момент брожения это есть пробиотики в этот момент я заливаю сюда и пью либо в теплый чай не в горячий в горячем они погибают они живые мы их подкармливаем потом периодически еще не кладем либо ложку меда либо ложку сахара и они продолжают жить и мы продолжаем жить тоже на две большие жмени я добавляю сахар у меня нету меда сейчас я добавляю сахар сколько четыре столовые ложки дальше полстакана или стаканчик воды вот так вот чтоб жидко было и вот так получилось кашица вот вот такая кажется теперь мы эту кашицу берем погружаем в баночку так сейчас так аккуратно аккуратно чтоб все сюда все вот у меня на такие две жменьки получается пол литровая баночка и мне этого достаточно как я вам вот показала все теперь все и пусть вот оно дает свой сок и когда начнется процесс брожения это будет означать что появились вот эти самые мои нужные бактерии пробиотически которым нужен свет поэтому я поставлю на подоконник нужен свет и сахар либо мед они съедают этот сахар потому что сахар он вреден а они пробиотики вот видите они съедают этот сахар и рождаются образуются и уже там не тот сахар который вредный а пробиотический продукт просто пробиотики а сахара уже нет и эту жидкость вы добавляете пожалуйста вот вашу водичку либо вы добавляете в чай теплый повторяю либо вы добавляете в йогурт да в кефир взбиваете делаете себе то есть у вас вот такая заготовка живой пробиотический продукт который почистит вам почки даже от мелких камней бронхи легкие поддержит вашу печень и кровь запомните любой красный продукт это кровь кровяные тельца гемоглобин повышает здоровье любви божьих благословений всего самого наилучшего я вас люблю пока пока